Пытаюсь вспомнить. А, Икс Лорд уже вылетел. Да ладно! А что такое? А как так? Вы там Росбрейна решили до смерти закормить? Почему? Он, я думаю, уже все поел. Там пельмешки, салатик. Так, сок даже... А, нет, кепку вернул. Все нормально. Я уже думал, что-то не то. Сто двадцатый выглядит... Ну как, сто двадцатый? Сок тоже в своем репертуаре. Мы ждем врыва кота сто двадцатого, потому что, по сути, это самое интересное, что может происходить на вебке. Пельмешки, пельмешки очень вкусные. Пельмешки тут делают хорошие очень. Так, давайте я, с вашего позволения, выключу... Все такие сразу... Не позволим! Нет, не выключай! А, кто спрашивать будет? Выключу субтитры, чтобы они не прикрывали иллюстрацию. Ну, в смысле, картинку. А что за алтарь у нас такой? О, нейтральный герой! Да ладно! Что, опять через нагу будет сок удивлять? Опять будет... Опять будет... Тинг, очень странный, Синьвик, говорит... Изи турнир... Я думаю, что император как раз и не захотел принимать участие из-за того, что... Условия онлайн... То есть пинг есть, и, соответственно, выиграть тех же самых орков, с которыми есть проблемы, как он сам признавал. Особенно, когда у тебя проблемы с коннектом. Думаешь, действительно, Дмитрий Костин отказался бы от... От изи денег? Плохо ты соображаешь. Прости, конечно. Так, ну, алтарь точно под нейтрального героя. Ну, прям точно под нейтрального героя. Император отказался, потому что спонсор турнира PayPal. Чуть-чуть не дотянул этот самый император на ГГ. Скоро PayPal будет отключен, так что... Ну да, посмотрим, посмотрим. Может быть, зарегим что-нибудь за рубежом. Вижу, беста, говорит ТГВ. Но вообще, Сок играл... С кем он там? С эльфом он играл через нагу? А вообще, хочется против... Кто там хорошо зайдет? Тинкер может против Андейда хорошо зайти. Дарка теоретически может зайти хорошо. Панда. Но с Пандой сложновато за Хумана без колодцев. Она не такая автономная. Нага все-таки. У него явно какие-то... Какой-то пунктик по поводу нее. Но он агрессивно через нее любит играть. Так. Нага позволит проводить... Ну, вести себя агрессивно. Никакого экспанда не будет. Он тыкнет Т2. Скорее всего. Хотя, на самом деле, если вы так контролируете противника, вы можете абсолютно спокойно строить нон-стоп рабочих, взять там пару футов. Если точка сложная, то можно сделать фут и дефенс. Ну, если там сложная с точки зрения... С точки зрения пирсингового урона. И все. И здесь его жмете, видите Т2. У вас точная разведка, что он ничего сделать не может. Сами просто... Без героя крипите абсолютно спокойно... Абсолютно спокойно крипите экспанд. Окей. Не вижу я экспанда, к сожалению. Хотя деньги уже есть. Решил все-таки вернуться и поставить эксп... Ну, да, побегут сейчас ополченцы. Но это позволит Деке... Это позволит Деке сейчас... Подхарасить, потому что... Ну, у Наги нет взрывного урона пока что до второго уровня. Если, конечно, сейчас второй получит каким-то макаром... Койл сразу в Нагу. У Наги ботинки. Она тут же начинает перенацеливаться на Деку и начинает по нему урон наносить. Минус один ополченец, это раз. Остается один гнол, здоровый. Но он прям сто процентов достается Деке. У кого это? Там еще Койл есть. Что он делает? Благодаря ботинкам убегает вперед, но надо блочить все-таки Деку. И до фонтана, видимо, ползти Наги. Очень странный старт у Сока. Недоконтроливает рабочего справа. Еще умрет несколько рабочих. Он их не переводит влево под магическую вышку. Косяк на косяке у Сока. Не знаю, что происходит. Но, в конце концов, развел, обошел ногой. Там уже не было Койла, в смысле, маны на Койл. И... Ну, от фонтана решает проблему с разменом ХП. Все под боком. Все, пошел экспант у Сока. Поздновато, конечно, но в целом нормально. Еще денег на руках много. Если у него еще выяснится, что... А, только сейчас он его делает. Да, поставил... Видели, справа, чтобы можно было рабочих футменов вводить, по крайней мере, от Деки. И сам решил воспользоваться фонтаном. Выложил даже артефакт, серую клетку и перчатки для того, чтобы быстрее восстанавливать. Сразу видишь. Работай гладь. Видишь, как плакат справа. В результате Нага здоровая. Ей еще выпали... Выпало кольцо регенерации здоровья. Тоже весьма полезный артефакт для размена по здоровью. И постоянно прижимает. В принципе, Нага со своей задачей справляется. Да, там на тоненького было в определенный момент, она была очень битая, но в результате... Андетт особо с базы выйти не может. Другое дело, что сама по себе она, особенно с форкетом, будет в лейте основной мишенью. Во-первых, она довольно хорошо прокачена будет. Ну, то есть там второй, третий, четвертый уровень. И при этом у нее самый небольшой, самый маленький запас здоровья. То есть даже меньше, чем у Лича, если я правильно помню. Ну, сейчас не скажешь, кстати. 550, у Лича 475, даже не спря на плюс левел. Может быть, она книжку прочитала. Очень похоже на то. То есть у них либо одинаковое количество хп, либо даже у Наги поменьше. Но я не помню, чтобы у героя вообще было 450 здоровья. Скорее всего, также 475 у Наги на старте. Вот, а появляется обсидианка, уже становится посложнее. Харасить? Что-то уже перестреливаешься ты с противником. У него регенерация хорошая. А, в процентах же восстановление здоровья. Да, это очень... ТГВ абсолютно прав. Я там про выложенные предметы рассказываю, а Фонтан же восстанавливает, как Хилл Варт, насколько я помню. Типа, 2% здоровья. Да, это ошибка 120-го. Ну, видишь, он не такой опытный, как ты. И все. Ты бы сейчас с Крипт Лордом представляешь, ТГВ? Нормально бы, потренился, приехал бы вместо Икс Лорда. Не допустил бы этих глупых ошибок. Ну, или допустил бы, но другие. Показал бы, как надо. Поржал бы. Подошел бы потом к этому. 120-му сказал. На китайском, на китайском. Не-не-не. Рассказал ему, что он ошибся с этим, с Фонтаном. Что зачем ты эти... Мог бы даже подойти ему на русском сказать, чтобы он... Он и так не поймет тебя, даже если ты на китайском попытаешься сказать. Подойдешь, скажешь, ну, что ты лопух, щегол. Интересно, как на китайском щегол? Вот. Что ж ты эти артефакты там выкидываешь? Ты что, не знаешь, что ли? Что в процентах? Ты бы там разделся еще бы полностью на этом Фонтане перед Ограми. Короче, нормально можно было потроллить. Допускаешь момент. Ксяоголь, пишет Ильдар. Ксяоголь. Ксяоголь. Щи-щи, ксяоголь. Ксяоголь. Это хорошо. Ксяоголь. В результате взяли Питлорда, идем пушить экспанд. Вполне стандартная тема. Правильно сделал, что выложил артефакты, говорит, Мост Дискастинг. Ты вообще отвратительный. Самый отвратительный. Как поставили, смотрите, вышки. Минус вышка, минус пара рабов. Второй герой Маутен Кинг. Класс. Еще минус рабочий. Но мана у Пита закончилась, поэтому надо, видимо, нырять уже. Парочка брейкеров. А че Надя? Надя, Надя. Китайцы зовут Нагу Надей. Ну и кем мы тут сражаемся? Один МК, два Берзеркера. На-ка. Гугл Транслейтер. Джин Чи Кю. Джин Чи Кю. Ку. Не, Ксяу Голь лучше. Кщи Голь, Кщи Голь. Кщи, Кщи Голь. Ну, кажется, это... Сейчас, а-ля-м-аля, сейчас минус МК будет. Смотрите, сейчас подойдут герои, но как бы им надо подходить. Пытается выиграть время набегами этими коротенькими, но герои очень битые, рабочих заливают, они горят, вышки страдают. Ва-а-а, че-о, ва-а-а, кричат китайцы. Их можно понять. Ну, и где рабочие на экспанде? Минус брейкер. Лича пытаются там подфокусить, но у Дэки есть огромное количество маны. Он лечит Кайлом. Без шансов вообще. 54 лимита на 41. МК и Нага очень полезные герои, видите, где они? Вот так вот. С ополченцами сейчас пытаются отбить. Вся. Это то, что пойду опять на Твич. Да. Ты хоть бы объяснил, почему он правильно сделал, что выложил предметы. А то у тебя приходишь такой в чатик, и такой, вы не правы. Ну, я пошел. Такой сообразительный молодой человек. Демон, привет. Что это за планшет? Что это за планшет? Все хорошо. Наша с новой шторой все еще радует глаз. Random is great, говорит. Вы не правы, я пришел, привет. Привет, Random is great. Когда лезешь в фонтан, лучше выложить часы, телефоны, магические артефакты. Говорит, Гравди. Молодец. Молодец. Нам показывают интересные моменты с этого матча. Ну, есть парочка из серии хорошие заливки, но есть вышки, ты их заливаешь, и там рабочих чинят, и они тоже заливаются, горят и умирают. Вот, собственно, и и вся игра. ГГ. Ну, Сок на этом турнире выступает очень как-то странно. У него он одержал победу, насколько я помню, в своей группе над Элис в первом туре. Новичком, ну, таким молодым игроком, насколько я понял. Там все равно борьба была местами. Потом в финале проиграл Лавлиетту, тоже вот с странными заготовками через нагу в одной из игр, а во второй, во второй вообще в салат проиграл, потому что это было на Эхо Айлс. Он взял Бладмейджа, ожидая Вардена, там вышел козел, и все, и там вся игра просто порушилась. Вот, потому что у Бладмейджа ну, своя задача, и как раз он против милишной Варден, которые завязаны на мане, он ее хорошо контрит. Так, а Зелла Рэнджовой, Фуллентом Плар поддержал, говорит, Мишутка, привет, хорошего дня из стрима. Привет, Фуллентом Плар, я тебя уже видел здесь на трансляции Эрус Брэйн, так что почти здоровались. Привет. Не особо, не особо, да. Ну, слышно, но не сильно. Хорошо. Окей. Вот, и после этого упал в лузера, по сути, ой, не помню, что в лузерах у него было. Он же в любом случае должен кого-то было выиграть в лузерах. А, нет, он же упал с верхней части. Поэтому все, по сути, это его третий матч и тоже какая-то странная заготовка. То есть роль Наги понятна, но то ли экспант был поставлен поздно, это, кстати, вполне вполне возможно, учитывая, ну, что он много времени провел у Андеда рядом с базой, потом решил вернуться, чтобы помочь крепиться своим. Мне кажется, что вообще не нужно было Наги возвращаться. У него точка не такая опасная, крепится она без особых проблем. то есть проблемы возникают тогда, когда там, кроме тебя, а Наги не очень много урона добавляет с руки на самом деле, если не использует форкет. Проблема с криппингом возникает тогда, когда там ДК и четыре скелета. Вот тогда проблема возникает. Поэтому этот возврат Наги с двумя футменами для того, чтобы подкрепиться, он был абсолютно ненужный. Она должна была скорее всего стоять просто и вот так же пушить ДКу не выпускать его с базы. Вот тогда роль ее понятна. То есть продолжать делать то, что он делал с начала игры. А там эти восемь ополченцев с одним футменом эту точку заберут. Да, им будет не очень хорошо по здоровью, но никто не добьет этого гнола койлом. Никто не будет тебя подрезать этих рабочих. Ты поставишь базу раньше, потому что тебе не нужно возвращаться всеми с андедовской базы вниз. Вот этот момент мне был в игре очень непонятен. То есть вроде он контролировал, контролировал, да не выконтролировал. Потом решил все это бросить и пойти крипиться. Зачем? Кто бы мне объяснил в чате, зачем он это сделал? Потому что лечь на этого я не понял. Пока не вышла обсидианка, пока не вышел лечь, Нага абсолютно спокойно с парой футменов тыкала в этого ДКу и проблем горя не знала. Очень странно. Ну ладно. может там у ТГВ какие-то мысли на этот счет есть. Ну вот решил уже первый... Очень напоминает серию с Лавлиетом. То есть там тоже первая игра была через Нагу у Сока. А потом ну типа стандарт с подстройкой под Варден. Здесь тоже вроде как заготовка не проканала. И теперь вообще унылое решение такое играть в стандарт. То есть ну не получилось все. Причем это расстраивает просто потому, что ты обычно заготовки готовишь из-за того, что стандартом не хочешь играть. И все. А тут получается ты заготовочку уже свою показал, проиграл и играешь в стандарт. Вообще не... Вот. Аладдин говорит, Мишка Сок критикует, Сок сидит, головой машет, как виноватый котенок. 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 Да, стандартный алтарь, футмены, поехали. Да. Да. Пошла разведочка у нас. Акалит пришел. И... И видит, что здесь ничего не будет просто. Да нет, он все равно будет тебя ловить. Короче, между играми лучше. Так, начинается криппинг. Главное, чтобы элементарий не забрали у нас. И... ой, все-таки он ловит пурдж. Мини-ошибка. Ну, как мини, 400 хитов просто было впитано на одном пурдже. Значит, немножко более битые будут рабочие футмены, но ДК, видите, бежит не сразу, и может быть он даже не успеет никого там забрать. Да, рабочие спокойно уходят. Футмены здоровые. То есть, это сказалось только на здоровье рабочих, которые уже на базе и, скорее всего, магическая вышка будет на тот момент, когда вернется. Нет, она очень аккуратная. Прям очень. Она уделяется, что-то ее кресло занял. Она обычно на этом кресле приходит, ложится и пузо подставляет мохнатой своей. Так, побежал рабочий. Кстати, все-таки умер рабочий. Видите, скелеты нашли эту жертву. Все следствие в следствии пурджа. Битый рабочий и магическая вышка недостроена. Так. достраивает сок рабочих. Стало быть, будет также идти в экспанд. С одной стороны, точка для криппинга довольно сложная, с другой кайлом не добить. То есть, там надо этого големчика пытаться выщелкивать финдом. О, выманивает. Мне кажется, этим выманиванием он только лучше сделал хуману. Ну вон, голем не кидает молотки. А зачем он выманил это? Зачем он выманил голема? Это же он сделал? Или этого сделал футмен до этого? Короче, архмак третий, артефакт взял, большой бутылок жизни, который ему безусловно поможет. Койл не влетел, не успел. В результате никакого харасса ДК не... Ну то есть, он убил одного футмена, который без того был немножко бит. Сейчас второго забрал. Но в целом точку закрепили без особых проблем, получили артефакт и сделаем базу. По лесу сока все нормально. Ничка уже строится. Стало быть, леса хватит на Т2. ДК 应该 с Раои Бой Плохо, что пропустил ДК. Далековато ушел. В результате придется тут потерпеть. Хотя маны на Койл нет. Рабочего битого отконтроливает шахту, но он потом выходит из шахты и все равно... А, я не доконтролил скелетов. Хорош! сок хорошо здесь отконтроливает. Смотрите, даже рабочего спас. 120 виноват. Он после того, как рабочий вышел, скелетов очень долгое время не перенацеливал на него. и... ну и, соответственно, не добил. Катаха 433 говорит, что за графика, с кем нужно переспать, чтобы стримили на классической? Ну, я думаю, это какой-нибудь немножко прикладного возраста толстенький китаец. Так что тебе придется... Ну, если ты очень хочешь, если ты очень хочешь, можно куда-нибудь написать. но... не, ну там... 120 недоконтроливает. Смотрите, какой лайтнинг щелд. Просто огромное количество урона двумфиндам своим на это самое. Да, с Бобби котиком попробуем. О, точно с котиком же предлагает. Да, это ужасно. Так, продолжаем. Архмак активничать начал. У него два когтя, бутылка, он чувствует себя очень уверенным. Серьезный урон с руки. Добивает скелетов, угрожает деке. Пока нет обсидианки, тут еще шесть футменов в засаде. Почти третья дека надо добить. Элементали добивает. Элементали красиво. Добивает же, да? Я не заметил, прибавилось экспайли, не прибавилось. Есть грейт на Т2, Шреддера приобрел, чтобы ультимативно решить проблему с лесом, которого он наклевывал с 36 дерева у Сока. Пока все хорошо у Сока в этот раз. Ну, кроме того факта, что он уже проигрывает 0-1. Урывками подкрепливается. Да ладно, дирижабль с первыми петухами берет дирижабль, будет харасить. Вот этого, конечно, не хватало. Очень удачно стоит мастерская рядышком под боком сандэдовской базы. Ну и давай, что делать? Крипится уже 120-му не удастся. Надо делать сетку, если он еще не сделан. Может быть, он фейкует, может, он специально экономит 150... А, он гаргу вообще делает. Sorry. Я не увидел, что в производстве гарга. Ой, подкрепил здесь. Почти четвертый уровень получил. Красиво. Друзья, всем добрый день. У нас сегодня последний день групповой стадии. Сегодня самый важный матч все-таки это с участием Фоги. Интересно, Бонич ушел из... Бонивор... Не ушел. Ладно, Фогич будет играть в 17.30, то есть в 9 часов вечера по китайскому времени. Да, ушел, говори, блин. Да я уже посмотрел, что ты в чате сидишь, я же... Вот. А мы смотрим с вами первый матч, СОК против 120-го. Сегодня доигрывают у нас все лузера, то есть по сути мы узнаем, кто выйдет из всех четырех групп на втором месте. Может, победителей мы уже знаем? Ну, то есть в первой группе это Лавлиет, подрывники, 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 там ДК, это халява, это халява. Взорвался в ДК. Кто там Лавлиет, Мун, Тиаш и... и... И кто-то еще. В третьей группе я не помню, кто выиграл. Сейчас напишут. Инфи, может. Пошел телепорт. Инфи, да, юристик? Я просто не помнил, кого Инфи выиграл в финале, поэтому... Так, ну вообще очень хорошо Сок выигрывает время. Все это сильно отвлекает, ты вынужден там Акалитов своих гонять, там достраивать, тратить ману. И, соответственно, тайминги сдвигаются. А при этом ничего у Сока не сдвигается. То есть, если он не косячат, у него, во-первых, работает экспант, у него там нет проблем с добычей ресурсов, в том числе леса, благодаря Шредеру. Там строится второй герой, уже готов делать с Т3, то есть он... Ох, Дестройер, Дестройер выживает все-таки. А, Флай с Инфи, точно, Флай. Бутылку пришлось пропить, ничего страшного. Зато здесь уже 50 лимита, Т3. Ну что ты добываешь, какой... Как же криво, ё-моё. На тебя идет Андет, у тебя куча просто рабочих долбит эту елку несчастную. При том, что справа там 4-5 выше, кто уйдет и там лес... Показывают, что игра уже идет 10 с половиной минут. Может, у них там обед скоро. Первый раз появилось это число, кажется. За... Кто-то там в продакшн решил поиграть. Ну все, я теперь не могу, я смотрю на эти цифры двигающиеся. А там битва идет. Молоток, тыквлича, лич третий. так отходит. Ну, нужно еще немножко времени соку. Пока там первый конь выйдет, пока там три вертолетика четыре сделаются, пока паладин выйдет. А там, случайно, не глухая застройка. Очень странный, на самом деле, Reign of Fire уже ненужный получается. У него мана-то заканчивается уже. И даже со следующего он особо не... Все это потери по времени, на самом деле. Был бы обед, был бы обратный счет. Ну, это же Китай, вдруг у них по-особенному все. Хотя алтарь он сносит. В результате, посмотрите, минус алтарь. Но вообще, если вы нормально контролите, не теряете героев, вам алтарь не нужен. Вот, построили трех героев, все, теперь до конца. Грифона делает. Это, видимо, под обсидианку. Неужели он не верит, что там была сделана сетка? Типа, сделал гаргу, но не сделал сетку, поэтому можно грифоном очень хорошо удивить. Это классная тема. И против Абома зайдет хорошо, и против обсидианок зайдет хорошо. Пара грифонов. У грифонов там сорок пять, что ли, средний урон магический. Или даже пятьдесят, сорок пять, пятьдесят пять, как у дерева там, да? Это еще удваивается все. Он там по соточке просто по лицу бах, сносит. Но вопрос в том, есть ли, сейчас будет заливка, есть ли сетка или нет? Петухарню сейчас увидел, может заказать сетку. Да, сетка есть? Ну взял, отдал просто на ровном месте четырех. Ну что такое? Ну как так? Ну е-мое. Минус три вертолета просто на ровном месте. Пошли иллюзии. Гарифон стреляет. Финда. Его тут же ловят. Пятьдесят девять на шестьдесят одинаковые лимиты. Гарифона отстреливают Финды тут же. ДК делает телепорт. Это похоже очень было на тактическое отступление. Не знаю правда для чего, учитывая то, что мана все еще была. Неужели там какое-то окружение было? Да вроде не было, да? Так, Шреддер немножко потупливает, ополченцы все еще с оружием отказываются возвращаться к работе. Авиарий говорит. Авиарий! Недоконтраливает сок рабов. Добычи у нее на мейне нет нормальной. Короче, Сто двадцатого уже больше и эффекта неожиданности нет. Заливка снова рабочих и мышек. И сверху полетели вертолеты. Тр-р-р-тр. На одного дитруйера. Тр-р-р. Молоток влетает в... Орба есть, кстати, огненная у Архмага. И в прошлый раз, видимо, тоже была Фокус по коню, стаффает коня Хорошо отконтроливает Минус обсидианка Не, неплохо давит, смотрите, неплохо 56 на 56 Дестройеры уже отзонили Пытаются хитендрани для того, чтобы Сеткой контролить этих вертолетов Но в целом Как бы брейкеры Кто-то жив, кто-то не жив Отступает 120 Минус брейкер Минус брейкер Минус вертолет В целом они одинаково разминиваются По лимиту, но андридовские герои Минус конь Не, 120-й тут выигрывает все-таки Охотятся за Архмагом Рядом Паладин за ним, типа я могу тебя полечить Диван включил на Странный момент очень Видимо в него что-то влетало Я отвлекся опять Четвертый лич Почти третий питлорд На мейне шаром покати Битые рабочие Еле живые И грифон, естественно, вылетает просто Минус Паладин Потому что диван юзал до этого Короче, Сок очень На этом турнире Выступил плохо Очень плохо выступил Единственное, кого он выиграл Это Элис А что Ла-Ла Это что 120-му проиграл без особых шансов Но начало вот в этой игре Было очень хорошее Как и начало, в общем-то, в прошлой игре Вообще, вертолет не атакует наземных в сетке При одном и том же На одном и том же уровне находится Было бы прикольно Типа, чтобы соперник ловить В сетку или нет А если честно, я не знаю Действует ли Бомбежка в сетке И если честно, думаю, что скорее действует Чем не действует Вот Просто другое дело, что он не делает Скорее всего, этот Грейд сейчас Потому что он дорогой И вертолетики делают сейчас для других целей Но меня поправят Хуманы Которые пытались Минус МК Да, сейчас Последняя надежда Не знаю, какая Архмак вот этот вот еле живой Или кто На что надеется, Сок? А, он имеет в виду Бейсбомб Типа атаковали А, понятно Вы батенька-наркоман Тогда и Гарг, если ты ловишь То они начинают крыльями махать Когтями тебя цеплять И у них урон не там 18-20 Или какой у них там урон Сперсинговый А 50 мили Просто словил Гаргу Получил минус коня просто Урон как у героя У Гарги милишный Хаук значительно лучше сыграл бы Горит Сомбра Ну, надо было Я не знаю, как там Не помню, точнее На ком Хавк Запоролся на квалификациях Гиппосы тоже Но гиппосы клюют Только клюют воздушных То есть они в сетке Но клюют воздушных Я думаю, что и Гарги По такому же принципу могут Квезда Привет Не сдается Сок Ну, вы же понимаете У него На главной базе Уже добычи никакой нет Лимиту Андейда Плюс 10 Героя значительно лучше Еще сейчас Если ДК получит Пятый уровень Третий Койл Да и Личун Не так много осталось До пятого уровня Просто вот не сдается Не верит уже Что, видимо, пора С этого турнира ливать Пусть милишники в циклоне Воздушные бьют Ну, еще, чтобы Если Питлорд, например Делает импейл То люди тоже Пока в воздухе находятся Тоже с руки били Класс Пятый ДК Минус вертолета Минус Шреддер Пытается с конями Закомбечить Но 60 Лимита на 49 Коня надо Стафать слева Не Стафа и теряет Коня Четвертый Пит Минус еще один Конь Минус вертолет Разваливается Просто полностью Сок Без Без шансов, друзья Без шансов Я думаю, что сейчас Как-нибудь Архмак умрет Просто пшиком Так, бах И все Лечение Нет, контролирует он его Контролирует Фоллантемплар говорит Там Инстант килл Юнитов под гаргом Когда они обращаются в камень Ну да Да, они же Давят Я не знаю, что здесь коммитить Абсолютно бесшансовая игра Абсолютно бесшансовая игра Причем шел-то он хорошо Если бы не понадавал там Грифонов Не понадавал 3-4 вертолетов Просто без боя Мог бы отбиться Тем более, что у них Долгое время То есть он успел выйти в Т3 Он успел базово настроить лимит Все ГГ 2.0 120-й выходит со второго места Из первой группы